Известные слова Иисуса Христа Причем здесь человеческая память и святыня Для людей, которые давно верующие Вы, наверное, глубоко уверены в том, что вы никогда не забываете Написано сие, творите в мое воспоминание То есть вспоминайте, помните По-английски remember Вопрос, кажется, но мы никогда и не забывали Нам кажется, людям, которые ходят в церковь регулярно Мы помним, нам напоминать не надо Но если всемогущий Бог Который выше всех наших пониманий и мудрости Почему-то решил сказать, что вот это связано как-то с памятью Вопрос, почему? Ведь это не просто, ну, нужно один раз в месяц Как-то от месяца не забыть Я жил в Европе Там, например, вспоминали каждую неделю А в Библии вообще не написано, как часто нужно вспоминать Один раз в неделю, один раз в день, один раз в месяц А почему мы делаем только один раз в месяц? Много вопросов возникает, которые я имею Я верю, что они имеют смысл Почему память человеческая должна быть задействована? Как-то она связана с служением воспоминания страданий Иисуса Христа Вы знаете, друзья, я думаю, что да Для нас, верующих, мы, принимая хлеб, вино Мы понимаем, что мы вспоминаем смерть Иисуса на кресте Вспоминаем причину Вспоминаем все страдания Вспоминаем значение Христа Это все, да, правильно Но я думаю, что здесь с памятью связано что-то еще больше Что для нас, людей, оно очень практично должно работать в нашей жизни И вот, что я имею в виду Я думаю, что память человеческая, ее можно сравнить с фильтром Мы все люди, нам... Я думаю, что мы помним иногда добро, которое нам сделали люди Милосердие, помощь вовремя, доброе слово или дела Но, как вы думаете, если вот вам сделать девять добрых дел И одно злое Какое вы будете помнить? Я вам напоминаю статистику В десять раз я вам сделаю больше добра Я вас обижу только один раз Что вы будете больше помнить? Вы замечаете, как что-то не то с памятью? Пропорционально вообще ни в сравнение не идет Логически, кажется, не работает Неправильно В десять раз я вам сделаю больше добра Но я вас обижу один раз И вы будете это помнить Оказывается, вот эта память Которую я сравниваю с фильтром Она способна забиваться И причина, одна из причин Почему написано в Писании Вспоминайте Конечно, вспоминать значение Христа Голгофы, жертвы, спасения Всех страданий Это само собой Но я хочу привести к практической плоскости И сказать о том Что у нас, у людей Часто проблема с памятью Заключается вот в чем Когда нас обижают Не нужно далеко ходить Это может быть просто ваш ближайший супруг Который ваш колким словом Раз и два Вас ударил И вот эта память Которая уже забилась Память забита плохим воспоминанием Она душит Она гнетет Лишает всякой радости Или если вас какой-нибудь служитель Обидел Начальник Рабочий Друг Подруга Оно настолько лишает кислорода В жизни Что когда Писание Призывает нас Вспоминайте Все творите в мое воспоминание Почему память задействована Должна быть Потому что Вспоминать мы должны то Сколько нам Бог простил И если мы это делаем осознанно Глубоко и правильно Нам будет легче дышать Осознавая Вспоминая Сколько Бог простил А часто мы это забываем Поверьте Забываем Обращаясь особенно К верующим со стажем Мы забываем Сколько Бог нам простил Сколько несдержанных обещаний Сколько Не знаю Грехов Сколько Таких вот знаете Тайных Пороков Иногда двойной жизни Лицемерия Обмана В жизни Мы соприкасаемся С отношениями И с прощением Регулярно Регулярно У нас всегда вызов Прощать людей Регулярно Этот вызов Мы не можем преодолеть Только из-за нашей памяти Которая иногда работает В неправильном направлении И вот здесь вот она It gets fixed Когда мы осознаем Сколько Бог нам простил И когда мы это понимаем То тогда наша память Она как будто бы Начинает работать В правильном направлении Что мы не имеем права Просто не прощать людей Потому что столько Бог мне простил А для того Чтобы это понимать Нужно вспоминать Только двигаться В другом направлении Не помнить Те которые Нас Обижают А понимать Сколько Бог мне Простил Это намного Намного В разы больше И еще друзья Хотел бы Подметить то Что это служение Которое кажется Такой Для некоторых людей Возможно Не знающих Христа Или мало знакомым И с христианством Они возможно Не понимают Почему вот эта такая Визуальная вещь Она так Ну мы так Говорим Или верим Она так влияет На внутренность Я хочу вам привести Одно подтверждение Что это не просто Обряд Не просто такая Как бы Прием пищи Который В физическом мире Работает только На наш Желудок Организм укрепляет Физически Дает пользу Но в этом случае Это намного глубже Этот духовный процесс Влияет на наш дух И на душу И это тоже связано Немножко с мыслями И с памятью Читая вам местописание Евреям 12 глава 3 стих Написано Помыслите О претерпевшем Такое Над собою Поругание От грешников Чтобы вам Не изнемочь И не ослабеть Чем Душами вашими В других Переводах Написано Духом То есть Оказывается Человек Имеет Свойство Ослабевать Душою Ослабевать Духом И интересно Что когда мы Начинаем мыслить Написано в других Переводах Подумайте Consider По-английски Написано И тогда Когда мы Начинаем Думать И размышлять Правильно Осознавая Что произошло Там на кресте Почему Иисус Христос Умер Ради кого Он умер Как это было Весь этот Осознавая Весь этот план Искупления И спасения Человека То наше Правильное Если мы Поймаем Волну Правильного Вот этого Мышления Осознавания От того Что произошло Это влияет На твой Дух И на твою Душу И интересно Влияет В таком Направлении Что оно Тебе Укрепляет Поддерживает В другом Случе Написано Чтобы вам Не ослабеть Чтобы не Раскиснуть Не расклеиться Не разбиться Не ослабеть Духовно И в душе Не ослабеть Поэтому Сейчас Когда мы Будем принимать Это служение Причастия Я вдохновляю И приглашаю Вас Настроить Наши мысли Так Чтобы Вот это Служение Повлияло На ваш Дух И на душу А на основании Божьего Слова В которое Я верю Это возможно А теперь Представьте себе Вот все Кто сейчас Пришел Духовно Слабый Или душевно Просто Раздавлен Душа Болит И нету Клиники Которая Так скажем Медицина Это вылечит Это Вот вариант Поэтому Я Приглашаю Вас Во-первых Поработать Сейчас С нашей Памятью Во имя Христа Иисуса Простить Каждого Человека На кого Вы что-либо Имели Или имеете Чтобы Этот фильтр Был чистым Во имя Иисуса Христа Можно сказать Господь Помоги мне Простить Я не хочу Я не могу Но я выбираю И прошу тебя Помоги мне Помолитесь Такой молитвой Пусть она будет Короткая Она будет Тяжелая Но она будет Очень Очень важной И дальше Помолитесь Господь Помоги мне Осознавать И мыслить О том О претерпевшем От грешников Такое поругание И страдание Чтобы это И мою душу И мой дух Помогло мне Не ослабеть Если возможно У вас такого Никогда не было Не получается Вы даже не знаете Как оно работает Как вот это нужно Мыслить Вот как Раз, два, три И помыслил И легче стало Вот в этом и есть Друзья Наш поиск И вера Если мы цепляемся Верой За вот это Местописание Священного Писания Вот тогда мы начинаем Вот это Выкарабкиваться Господь Вот мою дух И душу Сейчас вот Хочу Исцеления Помоги мне Начинайте Не только здесь А в понедельник Вторник Помыслите О претерпевшем Чтобы вам Не ослабеть Будьте благословенны Друзья